Привет, друзья! Сегодня поговорим об эффективности. Важным критерием эффективности являются наши результаты. То, насколько мы достигаем тех целей, которые перед собой ставим. Последние несколько лет очень модно ставить себе цели перед Новым годом. Например, начать ходить в спортзал, чтобы обрести какую-то форму, стать стройнее, выглядеть лучше. При этом, что происходит? Мы покупаем абонемент, а по статистике после 20 января зал опустеют на 70%. Что нужно делать, чтобы этого не происходило, чтобы результаты все-таки появлялись в нашей жизни? Важно пересмотреть свой подход с учетом тех принципов, как на самом деле происходят изменения в нашей жизни. Дело в том, что человек истоит на 95% из привычек. Мы, сами не замечая этого, каждый день делаем одни и те же действия. И для новых действий остается маленький промежуток в 5%. Можно учитывать это и внедрять новые действия в виде привычек. И сейчас я расскажу три принципа, три шага, по которым можно эффективно это делать. Первое. Формулируйте мини-версию того результата, который хотите увидеть. Например, вы хотите пробежать 10 километров. Начните с двух минут в день, с пяти минут в день. Формулируйте мини-версию того, как вы увидите свой будущий результат. После этого шаг номер два. Определить, какие именно конкретные действия вы будете делать. В чем суть привычки. Например, я буду учить язык по 10 минут в день, не конкретно. Важно переформулировать. Конкретно будет, буду проходить одно правило грамматики в день и делать два упражнения. То есть, определите для вашей привычки конкретный список действий. Что конкретно будете делать. И третий шаг, чтобы эффективно внедрить эту привычку, можно привязать его к предыдущему событию. Например, уже существующей привычке. Скажем, каждый вечер каждый из нас чистит зубы. И можно привязать новую привычку к этому событию. То есть, например, я читаю 5 минут в день после того, как почищу зубы. Очень просто. Эти три шага позволят вам быть более эффективны. Мы как будто строим цепочки эффективных привычек. Таким образом, после первой недели вы можете начинать усложнять. Вот это были три шага, как эффективно освоить новые привычки и привнести новые результаты в свою жизнь. Удачи, друзья! Будьте эффективными!